Уважаемые коллеги, позвольте решать. И я хотел бы передать слово для открытия конференции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 И если они совершают какие-то преступления на базаре, то невозможно их опознать. Как вы знаете, сейчас какие-то проблемы стоят по поводу отношения масс с ульманскими женщинами. Но вот средневековая Испания проблема была с мужчинами. Естественно, они очень крутые или экзотичные романские культуры. Таким образом, я стал заниматься народом в Алжире. В Алжире это провело достаточно много времени. И из того, что, наверное, вас может заинтересовать, я хочу поделиться своим впечатлением, что в Алжире в Марокко обнаружили видимые следы присутствия западных держав. То есть французские народы. И вот эти последствия колониализма, я не говорю оценочно, простые или хорошие, просто они присутствуют визуально и видны на каждом шаре. В Алжире, например, особенно, как вы знаете, государство находилось под владычеством Франции в большинстве лет. Там можно наблюдать маму, которое соцвуществует и практически мало соприкасается. То есть есть магазины, которые отдают сахарские книги, из которых францоговорящие, ну, живутся вообще не загадывать. Они боятся. Есть, например, магазины для францоговорящих французов с французскими модами, куда, естественно, мусульманская часть общества, верующая в сестру и в сестру и в служении материи. А они туда уже не загадывать считают, что это нахуй вертят, или же там красавица, аморалица. Вот так вот сосуществуют эти два межа. Один, нахуй, вырезавая магазины, которые ходят до покрытия полностью женщины и бородатой мужчины, которые не занавидят франкотоворящие амжирцы. Когда общаешься со франкотоворящими амжирцами, они не могут составить фразы в арабском. И пытаются перейти на французский, когда они говорят, что вы говорите на языке, на голоняне, а в языке они говорят, что арабский, для них это только голоняне, язык и французский. Что-то, конечно, правильно. Моё пожелание для вас, когда вы будете работать в августе, за что у вас, наверное, списали на общество, как Африк и вне Сахары. Тем не менее, в любом случае, когда вы, как кажется, в этих странах, пожалуйста, не ограничивать бездетство массовой информации, а также источниками информации. Иногда это может казаться опасной, или даже несказуемой какие-то последствия. Но, чтобы понять страны, они должны обещаться и участвовать в их жизни на всех уровнях, а не просто синтез-гостиницах, тенденциям, и наблюдая жизнь, и не забыть, ну, или, ну, там, менее неженекоменческим дискуссорам, старайтесь им чуть-чуть ключи. Ну, что касается моей темы, то сегодня она будет с моей лекцией, поскольку будет состоится 3 часа, но это будет уже не только интерактивная вещь. Вопросы, я буду ставить и осветять до вас, и очень надеюсь, что вы будете активно участвовать в такой интерактивной лекции. Это не будет, как бы, улицы с односторонним людей. Это будет, как бы, попытка построить обогречивающиеся проблемы, над которыми я думаю, как специалист по исламу в Африке. И это одна из специальностей. Я служу вместе с утистом на Африканском. Спасибо за это. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Александр Михайлович. Ну, что уже предыдущий, хотел бы представить заведующему церковью медицинской и регионерной исследовании из Африке из Африке Игорь Васильевич Плодецов. Благодарю, Владимир Анатольевич, уважаемые коллеги. Друзья, я хотел бы выразить их большое чувство удовлетворения и радости от возможности присутствовать и выступать на конференцию Африканических молодых Африканических Петербург. Здесь я хотел бы отметить колоссальную роль, которую вы сказали, сыграли ленинградские африканисты в создании Отечественной школы Африканистов. Не могу не вспомнить великих африканистов, я прознательно употребляю великих африканистов, африканистов, великих африканистов, удовлетворен ленинградской школы африканистов. Не могу не вспомнить имена моих друзей, которые продолжили развитие этой школы великих 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 африканистов. Африканистов, на факультете международных отношений. Это придает изучение Африки в современных условиях. Новые, необходимые, очень перспективные концерты. А теперь перейду к самому главному теме нашей конференции. Я хочу отметить своевременность, актуальность и принципиальную важность той темы, над которой мы будем работать сегодня и завтра. Вместо Африки в глобальной политике. О мировой политике, глобальной политике, говорится очень много. Почему за формирование новых целей этой политики? Это, конечно, прежде всего, Китай, Индия, Бразилия, Россия. Но я бы хотел отметить несомненный процесс превращения в центр глобальной политики Африки. Это очень важный новый процесс, который определяется целым рядом в парнейших парках. Прежде всего, Африка превращается в целевую человеческую основу глобального развития. Африка развивается на фоне растущего дефицита многих воротнейших видов сырья. Африка располагает практически всеми видами воротнейших видов сырья, в которых зависит дальнейшее глобальное развитие мира. И, сомненно, надо отметить уникальное экологическое положение Африки. от экологического равновесия в Африке будет зависеть изменение мирового листа. Африка играет ведущую роль в демографическом развитии мира. Конечно, мы должны учитывать процесс азиатизации мира. Население Африки и Азии занимают ведущие позиции воспроизводства мирового населения. Африки занимают первое место по усетенному весу молодежи в общественной структуре России. И, как вы, люди молодых, прекрасно понимаете, это оказывает огромное влияние в динамику социальных, экономических и политических процессов. Африканские диаспоры в самохранительных регионах мира также является очень важным агентным субъектом мировой политики, образуя то, что мы цивилизационщики называем африканским миром. Ценности африканские, новые, старые, далеко выходят за рамки Африки. И здесь очень важный процесс, который я не могу не отметить, на который мы очень часто не обращаем внимания, это активное развитие в Африке цивилизационных процессов. Вормирование универсальных, духовных, этических ценностей, которые преобразуют мир человека, поднимают его на ад локальным окружением, локальными проблемами, этническими, семейными, кланами, заставляют думать о судьбе всего человечества. В Африке происходит больная духовная революция. Основными составляющими является христианизацией многих стран Африки. Это устранение католицизма, устранение евангелического христианства. А христианская комиссия в Африке занимает ведущие позиции в современном христианском мире, наряду со странами Латинской Америки. Второй важнейший процесс это исслабилизация африканских стран, прежде всего страны Даппанной Африки, в частности страны Восточной Африки. Эти процессы исслабилизации начались тысячи лет назад, но в последние десятилетия уступил новую в Африку. В Африке формируется афро-исламская цивилизация, которая становится частью исламского мира, но обладает ярко выраженным динамитным, динамитным, культурным, идеологическим, политическим. Африканские мусульмане превращаются в один из главных субъектов современного мирового развития. Вместе с тем, эти процессы и процессы превращения Африки в один из ведущих центров глобального мира, носят явно выраженные проблемы. Этот опыт с проблемами только по-настоящему сейчас начинает осознаваться. И одна из задач нашей конференции, как и настоящей конференции, которую, я надеюсь, мы проведем в ближайшие годы, осмыслить эти проблемы. Проблемы экономические, социальные, политические, культурные. Я бы хотел отметить, что сейчас очень трудно разграничить собственные экономические, социальные и культурные проблемы. Они доставляют особо существу единый умность. Это во-первых. Во-вторых, начинаются новые процессы, которые преобразуют Африки, и над которыми мы еще практически не занимались. Мы привыкли к тому, что африкацы уезжают из стран Африки. Во-вторых, в ближайшие годы начнется новый процесс формирования в Африке новых диазмор, диазмор, представляющих хозяйские страны, прежде всего Китая. Очевидно, в ближайшие годы стран Африки столкнутся с китайской миграцией в Африки. Это может изменить серьезную ситуацию у африканских стран. Эту печь можно продумать. Время меня, естественно, ограничивает. Но я надеюсь, что в работе в нашем сердце свидания у многих из проблем местной роли Африки в глобальном мире сможем поднять, осменить. Надеюсь, что сформируются творческие группы, впервые новые творческие связи, которые нам позволят поднять изучение Африки на качественно новый уровень. Я думаю, что ведущую роль в этом процессе будет играть международных отношений в Санкт-Петербургском Университете. Большое вам спасибо за идею провести эту конференцию в такой исторический день, за прекрасные условия организации конференции и за наши живые творческие листы. Удачи! Спасибо! Василий Васильевич! Слово даже резко хотел бы предоставить главному научному сотруднику. обеспечению принадлежу обеспечения полководнику. Другие друзья, я извиняюсь, я довольно понятно, говорят, что это плавно задолбленную жизнь, так что я построю себе силу для нас. Я хотел постановиться на одном из тех. Все уже долгие слова сказанные, очень хорошие слова, правильные. Другие присутствуют все эти уважаемые председатели, уважаемые Я живу, можно сказать, лично патриархом, наверное, при конечном Питере, с профессором Яриной. Поэтому я хочу установиться на одном аспекте, если можно более высоких народных аспектов. Дело в том, что в последнее время много говорится о необходимости мирового уровня, необходимости всяких рейтингов. Я очень степенно отношусь, говорю прямо, я не могу поверить, что Петербургский университет, где-то там в конце слова, для какого-то списка, видите, меня, так же, как и Московский. Дело в том, что рейтинги делаются под определенную систему. Если начнем мы создавать свой рейтинг и считать, сколько публикаций иностранных у нас опубликовано, иностранных у нас на второе это давать и бейтинг, иностранных у нас совсем другое. Плюс, я верно скажу, может быть, неудобно ли вы видите, но при молодежи, но все-таки, как создаются эти публикации, а иногда вот мне довело быть, и у людей доводится из первых двух наших фондов, читающих эти заявки, пишут деньги на публикации в журнале «Сковс». А потом, соответственно, подают и скажут, что они ему публиковали в журнале «Сковс». И так далее. И с этим вам относиться надо очень и очень скептически. А что надо позитивно? Позитивно надо максимально участвовать в международных конференциях, в международных семинарах. Что мы можем делать? Ну, например, существует, так называемая «АЕГИС», это «АФРИКА» европейная группа в интердисциплине и стадии, довольно сложно называется, а практически это тип ассоциаций западноевропейских африканистов. Они раздругленно проводят операцию, как это создают, «ЕРОПЕЯ КОНО», «АВРОПЕКОСТАЙС». Вот была в прошлом году в Лесадонии пятая. В этом году с поисковых в будущем с поисковых в 10 июля в Париже будет шестая конференция. Так вот, на первой в 2005 году был распакован еще один работник наш, на второй был один распакованный, а дальше пошло, пошло, пошло. И в Лесадоне в прошлом году было, наверное, на 20, в результате очень больше 15, и абсолютное большинство из них было на надежу. Часть из них здесь присутствует, так сказать, могут подплельдить. Вот это вот реальный способ. Я понимаю, что это связано со следствием, это не так легко, но все-таки, с одной стороны, даже здесь присутствуют представители некой нашей бизнес-структуры, а бизнес-структура, вроде бы, в экзем-мире, оказывает помощь, чтобы нам надо было следовать. А потом смотришь, беседаешь с кем-то, или люди, как это, да, 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 вот в Италии. Так вместо того, чтобы выдали, многие попросы едят на перерыв и задержки. Понимаете? Ну и второй способ. Тогда еще один. Это просто электронная связь. Надо иметь широкий связь в кофе мне. Посылать. Один раз не примут. Второй раз не примут. Третий примут вашу статью. Или ваша тезис. Никогда не думайте, что вы хуже любите. Это доказано. Да, у нас гораздо меньше возможностей по поведению следований. Но ведь есть такая проблема, как в золотом инкоте. При всем вооружении, к моим завышенным коллегам, очень часто люди глубоко поправят верхнюю тему, но не могут выйти на более-менее широкий вариант. Ну и самое последнее. У нас есть несколько заубежных представителей, студентов, аспиратов. Но приходит много мыслей. Конечно, это не легко реализовать. И тем более надо связывать с финансированием. А почему бы не прекратить эту нашу молодёжную конференцию традиционную, настоящую международную конференцию? С информацией, с двумя языками, с приглашением... Ну, не приглашением, а именно информацией. Молодёжные из различных стран. Но, по-моему, это было бы интересно. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Григорьевич. Теперь я это делаю, уважаю, коммерческое наследие. Так же выступить на предарном заседании мы приглашали в её предоставительство господина посла Рома, Жанна Дарко, в Гумамаре. Но, к сожалению, господа посола не смогла приедать. И поэтому попросила первого секретаря посольства Рома, господина Фрэнсиса, Каликерей, выступить своими драмами Каликерей от своего мнения. Поэтому я готова пригласить, господин Фрэнсис Каликерей, выступить Каликерей и тема Каликерей, сестра главы политики 21-го века. Пожалуйста. Горио. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...